Такие объявления на воротах домов возле плодово-овощного рынка Сары-Озен обычное дело. Прокалывали лишь шины за парковку у забора, история умалчивает. Местные жители надеются хоть таким способом образумить торговцев. Ведь фуры с арбузами и дынями порой стоят прямо у их ворот. Там же эту продукцию и реализуют. Это продолжается уже месяц, с тех пор, как закрыли рынок Дейкан. Торговцев попросили переехать на новое место, на северную окраину Бишкека по дороге в аэропорт. Рынок Дейкан закрылись за многочисленных нарушений. Рядом была нефтебаза. Многие местные жители жаловались на антисанитарии и пробки в районе рынка. Теперь старые проблемы и на новом месте. А раньше это был тихий район. Поэтому многие тут и покупали участки и дома. Сейчас даже боятся детей выпускать на улицу. Детей боимся выпустить на улицу. Раньше спокойно играли, а сейчас только и сможешь машины. Постоянно, особенно с утра, даже спать невозможно. Они начинают здесь мотаться. Им, во-первых, здесь удобно. Они здесь объезжают по нашей улице и сразу к другим воротам. Там все забито, те дороги. К тем воротам, к центральным, не подъедешь. Так они по нашей улице вот это все объезжают. И легковушки, и портеры, и груженые, и пустые. И какой еще проедет тихонечко, ладно. А какой летит, просто как по автострассе. Многие торговцы пытаются сократить путь до базара и гоняют по маленьким переулкам, как по магистрали. Поднимают пыль. Кое-где уже стоят заграждения, но не всегда они спасают. На наших глазах мужчина вышел из машины и снял цепь, чтобы проехать. Сопровождал он свои действия нецензурными словами. Они расположились там, где у нас были эти емкости для мусора, куда мы выносили мусор. Но они превратили эту всю площадку в мусорную яму. Потому что они ставили свои фуры, сами около них же ели, пили там то-се. И весь мусор они складывали тут же. И вся эта площадь была завалена мусором. Так этого им было мало, они стали сдвигаться уже все глубже и глубже в наш переулок. И загадили его так же. Гадят специально, говорят местные жители. Так торговцам стят тем, кто больше всех возмущается. Порой арбузные корки специально складывают у дверей одной женщины. Да и зеленые насаждения у их ворот предприниматели используют как туалеты. Местных жителей такое соседство, разумеется, не устраивает. Чего нельзя сказать и предпринимателям, сбывающих здесь свою продукцию. Здесь намного лучше, чем на Дайкане. Тут больше места, пробок нет. На прежнем месте с нас брали 200 сомов. Здесь 50. Если остается мусор, мы его сами и вывозим. Вечером тут подметают. Эти арбузы все-таки надо продавать. Это ведь наш труд. Торговцы реализуют свой товар не внутри рынка, а за его пределами. Такое обстоятельство их не слишком и заботит. Мы как можем соблюдаем чистоту. Каждый час делаем обход, где грязно, убираем. Говорим торговцам, чтобы не мусорили. Специально даже баки для отходов поставили. Но люди к этому еще не привыкли. За базаром машины ночью ставят. Но мы им говорим, чтобы торговали внутри рынка. Там есть все условия. Местным жителям уже обещали решить их проблему с таким соседством. Но обещания так и остались обещаниями. Между тем люди уже боятся осени. Нетрудно представить, какие дороги тут будут в дождь и в снег. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС.